библия говорит алексей алексеевич роман с украины такой вопрос очень практичный церковный вопрос о церковной дисциплине у нас в церкви много лет была проблема с братом который был в обиде на некоторых служителей которые по его мнению обидели его но это не просто обида он выходил на их проповедях выходил из зала не принимал чашу от них пускал слухи любые попытки попытки примириться со стороны этих братьев не увенчались успехом один брат настаивает что его нельзя брать на замечание потому что замечание за непрощение это не по-библейски и это его дело с богом вопрос такой непрощение это грех или нет можно ли за это ставить на замечание я думаю здесь два вопроса в одном самые первые это попытка к квалифицировать что такое непрощение с божьей с библейской точки зрения и когда мы смотрим на любой грех то грех это наше несогласие с богом принципе в этом сущность грехопадение когда адам севы согрешили они разошлись с богом своей оценки дерево о котором речь шла и в принципе все остальные грехи людей это расхождение с богом противление богу несогласие с богом это попытка сделать свой независимый выбор свою независимую оценку независимые от бога решение поэтому когда мы смотрим на грех непрощение то нам нужно посмотреть именно с этой точки зрения вот иисус христос на голговском кресте умер за этого человека и он на своей жертвой покрыл его грехи то есть он за того человека который против кого-то сделал что-то нехорошее вот то есть иисус христос покрыл свои грехи вот почему два раза в посланиях мы читаем прощайте друг друга как христос простил вас то есть наше прощение связано с прощением христа с двух сторон во первых христос простил того человека который против нас согрешил и во вторых христос нас простил и не только простил в прошлом но продолжает прощать в настоящем потому что в любой момент нашей жизни мы не можем гарантировать или то что гарантировали вообще мы не можем жить вести себя так чтобы мы сто процентов соответствовали божьему стандарту мы постоянно живем в божьем прощении мы постоянно пользуемся его милости и по этой причине прощать других это означает жить в согласии с богом согласии с тем что он меня простил и поэтому он призывает меня других прощать согласии с тем что он прощает этих людей которые против меня согрешили и если я отказываюсь это делать это значит я иду против бога раз я иду против бога значит это грех первое мы определили что не прощение это конечно же грех конечно же грех иисус христос висит на голгофском кресте и он просит очень прости им оса солдатах которые людях которые вы распяли ибо они не знают что делают на мете эти люди они не даже не просили у него прощения но христос их прощает и просит отца ходатайствует перед отцом чтобы отец простил поэтому если мы христиане значит нам нужно искать того чтобы быть со христом а это значит нам нужно искать его отношение к нашим врагам вот почему иисус христос говорит на горной проповеди благословляйте проклинающих вас молитесь загонящих вас апостол петр в первом послании в третьей главе повторяет буквально то же самое когда он говорит что вы мы не злословили злословящих нас чтобы мы были милостивы к тем людям которые делают нам что-то недоброе то есть это это сообразец это стандарт христа и стандарт христианского поведения ты второй вопрос за какие грехи берут на замечание или применяют церковную дисциплину за какие нет описание не пишет нам не представляет какой-то квалификации она не говорит что за эти грехи нужно церковной дисциплиной пользоваться а вот в этих грехах они как бы поменьше и поэтому не нужно этим пользоваться сами говорят очень просто если согрешил против тебя брат твой то пойди и скажи ему 18 глава евангелия от матфея если он послушает то тогда ты приобрел брата если нет возьми кого-то другого и вдвоем пойдите если же он и двоих не послушать то тогда скажи церкви и вот замечание по всей видимости это вот эта ступень третья ступень когда мы говорим церкви о том что вот этот человек ему говорили уже раз и два говорили и это не привело к покаянию к освобождению поэтому мы сейчас скажем всей церкви мы всей церкви будем молиться о нем мы будем как-то пробовать объяснять ему таки точнее или вместе объяснять ему и дальше сказано если и церкви не послушать вот тогда да будет тебе как язычником это речи это любом грехе любой грех если человек не кается во грехе если человек не оставляет грех если человек живет в этом как само собой разумеющийся не борется с этим то это все оно достаточно серьезно чтобы мы могли прилагать все инструменты которые возможны теперь еще одна деталь очень важно когда люди говорят о церковной дисциплине то чаще всего воспринимает ее как некий карающий инструмент или карательный инструмент вот его нужно наказать наказать вот так таким то образом тогда спрашивают а вот за такой грех можно наказывать за кори как бы ну неудобно наказывать так вот церковная дисциплина это не наказание церковная дисциплина это инструмент заботы о душе это инструмент пастырского отношения попечения то есть речь идет о том что человек упорствующий в своем грехе он разрушает свою собственную жизнь разрушает жизни людей вокруг него поэтому мы из любви к нему делаем все возможно для того чтобы помочь ему исправиться мы конечно же молимся об этом мы конечно же заботимся с тем чтобы как можно мягче с любовью точнее объяснить вот почему процесс описан но на определенном этапе нам нужно подключать другие более широкий круг людей чтобы молиться об этом вот это и есть замечание то есть здесь не нужно смотреть как на карательный инструмент а нужно смотреть как на инструмент искренней заботы о благе этого человека и не просто смотреть а действительно и делать так чтобы здесь не было вражды не было какого-то гнева напряжения с нашей стороны против этого человека иначе мы страдаем тем же самым грехом которым он страдает то есть он не может кого-то и он к ним напряженный зол и против них и а мы теперь на него точно также относимся к нему также то есть атмосфера или отношение любви они делают церковную дисциплину в действительности пастырским инструментом на не карающим драгоценное мы очень ценим ваши вопросы которые вы присылаете огромная вам благодарность за ваши добрые комментарии за поддержку в распространении евангельской вести через ваш лайк через репост если вы сегодня еще не подписались на канал подписывайтесь на сегодня все благослови вас бог подписывайтесь на сегодня все благослови вас бог